Глава округа Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Об итогах работы, проделанной за минувшую неделю и планах, на ближайшее время отчитались руководители структурных подразделений. Коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Вопросы те, которые сегодня на повестке. Это доклад о состоянии и работе блока ЖКХ. Доброе утро, уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые коллеги и жители. В этом году мы реализуем две программы. Это программа «Светлый город» и программа модернизации уличного освещения. По программе «Светлый город» мы монтируем три новых линии уличного освещения. Это улица 8 Марта, дом 38, 40, 42, Льва Толстого, дом 7, корпус 3 и в Красково на улице Вокзальной, 28, 30, 32, 34. Всего проложено 421 метров кабеля, установлено 13 топор и 13 светильников. Большая, даже не побоюсь этого слова, грандиозная работа по модернизации уличного освещения Из 16 с лишним тысяч светильников в этом году мы меняем на новые светодиодные светильники более 3000, а конкретно 3335 светильников с учетом экономии по контракту. На сегодняшний день уже заменено 1771 светильник. Следующий доклад об итогах работы по строительству, ремонту дорог в 2024 году. Объем был проделан большой, много открыли новых трасс при поддержке губернатора. Самое главное, трасса, участок дороги М5 Урал открытый. У нас серьезные изменения по транспортной доступности благодаря этому проекту. Что было, какие проекты реализованы, пожалуйста, Иван Алексеевич. Доброе утро, уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые коллеги, уважаемые жители. В текущем году проведен ремонт 10 автомобильных дорог общего пользования местного значения, три из которых определены по итогам голосования на портале Добродел. В городском округе Люберца появится новая дорога с путепроводом через железнодорожные пути над всеми известной нам дыркой. Она пройдет по проектированному проезду номер 4037 и соединит улицу Инициативную и Октябрьский проспект. Проектом предусмотрено на примыкании к Октябрьскому проспекту обустройство одноуровневой кольцевой развязки, устройство двух съездов с улицы Транспортной и двух съездов с Волковской улицы. Также предусмотрена реконструкция существующего тоннеля под пешеходный переход. Следующий доклад такой же интересный, не менее интересный. Это строительная отрасль, социальные объекты, количество объектов, которые были реализованы. Также при поддержке Андрея Юрьевича. Стали лидером по количеству введенных социальных объектов. Мы уже открыли 13 социально важных объектов. Это 4 школы общей вместимостью 4670 мест, 6 детских садов общей вместимостью 1430 мест, 2 поликлиники общей мощностью 200 посещений в смену и произвели капитальный ремонт гимназии 18. Уже в 2025 году мы не сбавляем темпы строительства и планируем завершить строительство еще 13 социально важных объектов. Это школы вместимостью на 1500 мест, 3 детских сада общей вместимостью 1280 мест, 3 поликлиники смешанного типа общей вместимостью 1340 посещений в смену и станция скорой помощи на 2 машины места. А также проведем капитальный ремонт четырех образовательных учреждений на территории городского округа Люберца и реконструкцию стадиона «Торпеда». И крайний доклад у нас о проекте «Зима в Подмосковье» доложит Рожников Илья Александрович, какие мероприятия будут проходить и перед Новым годом и в праздничные дни. Добрый день, уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые коллеги и жители. Старт зимнему сезону в Люберцах дадим 1 декабря. В 18.00 зажжем огни на главной елке округа. Приходите всей семьей на площадь к администрации. Торжественные мероприятия начнутся с 17.00. С 1 декабря свои двери откроют мастерские Дедушки Мороза в Наташинском и Центральном парках. Захватывающее приключение по городу с любимыми новогодними героями, игровая программа и подарки ждут люберчан и гостей округа в рамках уникально-культурного туристического проекта «Люберец. Новогодний автобус». Новый год начнем с масштабного и уже полюбившегося зимнего фестиваля, который пройдет со 2 по 7 января. Одним из ярких и масштабных событий январских праздников станет ледовое шоу от коллектива прославленной фигуристки Российской Федерации Татьяны Навки. Министерство культуры и туризма Московской области совместно с Министерством спорта Московской области впервые проводят масштабный проект «Зимний мотофристайл». Расширенная афиша со всеми мероприятиями будет размещена на сайте «Люберцы. РФ» и в телеграм-канале «Культура. Люберцы». На этом наша повестка также исчерпана, коллеги. Есть предложения дополнительные. Если нет, то всем хорошей рабочей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова